Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. Как впустить любовь в сердце, чтобы постоянно пребывать в Боге? Ну, я думаю, что сердце должно болеть всё время. И чем больше любви, тем больше Боги. Это очень тяжёлая, ношу, любовь. Это не конфетки. Как старец Силуан говорил, что заболело сердце, и люди остались живы. Камень улетел в сторону. Это чудо произошло. Даже вот за одного человека, если вы переживаете, если у вас есть желание помочь человеку, видите, что человек не то делает. Слова уже не действуют. Нужно что-то другое. Нужна помощь Божия. А как, чтобы эта помощь Божия пришла, и чтобы человек её принял? И вы не знаете, что мне делать, куда ехать, к чему прикладываться. Вот если боль будет такая, что сердце будет разрываться на кусочки, человек получит помощь и исцелится, или спасётся. Но для этого действительно нужно, как Господь говорит, дай мне своё сердце. Это очень трудно. Опять же, я говорю, без помощи Божией это невозможно, потому что даже телесно мы себя жалеем. Тут, когда человек сознательно берёт боль, пропускает через своё сердце, это уже духовная жизнь. Насколько непросто было людям молиться за тех, кто просил этих молитв. Ну, помолюсь. А это действительно скорбь. Это беды, это боль людей, ближних твоих. И когда ты это проживаешь в своём сердце, тогда происходит чудо. Когда вдруг ты видишь, что Господь твою молитву услышал. Вот эта боль принесла облегчение твоим ближним. Ты берёшь эту боль как бы на себя. Конечно, Христос взял все грехи наши на себя. Но человек становится проводником этой любви Божьей, через которую Господь спасает человека. И если мы потерпим, если мы смиримся, не осудим, не отвернёмся, то, наверное же, Господь поможет и нам, и тем, за кого мы молимся. А когда человек себя жалеет, он теряет. Сидиай. Сидиай.